Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Психологи говорят, что для зрённых отношений, прежде чем приходить к интиму с новым мужчиной, надо сначала пообщаться, развить духовную привязанность после интима, такого духовного сближения уже нету. Ну, оно есть, просто возникает не всегда, и, в общем-то, может возникнуть, а может нет, и это по большому счёту лотерея, но с таким уклоном в негативную сторону. Я думаю, для этого достаточно месяца. Нет, для разных людей по-разному это, в принципе, по ощущениям, ну, выявляется, потому что, когда интимная сторона отношений по ощущениям выделяется как-то вот отдельно, да, и обособленно воспринимается. Ну, как бы, это не очень хорошо, и подобное явление, оно, в принципе, может, ну, пропасть, там, через неделю. Все зависит от того, насколько вы вовлекаетесь в общение, и все зависит от ваших приоритетов. То есть, вы здесь, в данном случае, пытаетесь как-то вот обобщать, на мой взгляд. Через месяц у нас был первый интим, потом два года тёплых отношений, но он постоянно тосковал о бывших. Понимаете, какая штука здесь? Тоска по бывшей, да, никак не связана с вашим интимом, и никак-никак не связана со временем, которое вы общались. Тоска по бывшей, это больше про определённую такую незавершённость, если можно так выразиться, отношений предыдущих для человека. И эта вот незавершённость, ну, незавершённость отношений, она никак не связана с вашими отношениями. Вот. И как бы необходимо вот этот момент понимать, да? Необходимо. Необходимо этот момент понимать. и необходимо, ну, как мне кажется, в этом смысле, скажем так, поставить некоторые условия, допустим, человеку, да? Вот. Что, например, ну, что, например, вы не хотите, не готовы, вот, выстраивать отношения, да? И находиться в отношениях к человеку, к человеку, который, который, ну, не закончил предыдущие отношения. Вот. Если вы на это соглашаетесь, то здесь, к сожалению, вопрос только к вам, исключительно к вам, и больше никому. Потому что, ну, мужчина, он в этом смысле преследует, как бы, свои интересы, защищает свои интересы, и, в общем-то, это даже хорошо, что он это делает, потому что это говорит о том, что, ну, вот какая-никакая, да? Забота у него, о себе есть, скажем так, вот. Дальше. Та его бывшая до первого секса несколько месяцев просто с ним общалась. Видимо, крепче его и привязала к себе, именно духовным общением на раннем этапе. Мне кажется, что вы несколько объективизируете духовное общение. Потому что, ну, вообще-то говоря, духовное общение термин не совсем корректный. И то, как вы о нем говорите, то, как вы используете терминологию, невольно вот как-то вот наводит на мысль, что духовное общение для вас пока что-то непонятное. И повторюсь, термин некорректный. Он рассказывал, как постепенно в нее влюблялся и как безымно ее полюбил, как никого до этого. А еще говорил, что те, кто быстро давал, его не сцепляли. В конце наших отношений он сказал, что бывший любил больше. Я боюсь, что ситуация здесь такова, что ваши отношения с мужчиной были потребительские в них. Ну, по сути, были костылей. То есть это вот такие отношения, отношения костылей, где, в общем-то, человек воспринимается исключительно в контексте какой-то опоры, да, исключительно в контексте какой-то потребности, не более того. Потому что нельзя кого-то больше любить. Можно кого-то любить, можно кого-то не любить. Больше кого-то любить невозможно. Мы каждого человека любим по-особому, по-отдел... ну, отдельно. После этих слов я ушла. Чувствую, что сама разрушила отношения тем, что недостаточно долго развивали мы духовную привязанность. Повторюсь, вы объективизируете духовную привязанность, вы посвящаете свои силы и мысли именно ей, но не присутствуете в этом, не живете в этом. Это большая, большая проблема. И чтобы как-то вот немножечко приблизиться к тому, вот о чем вы говорите, я бы рекомендовал в первую очередь определиться со своими интересами и со своими ценностями. Вот. И про модель своего поведения, будь то модель поведения общечеловеческая, личностная, будь то модель поведения женская, тоже необходимо на это обратить ваше внимание. Там сейчас это выглядит, ну, вот, как бы, как то, что вы просто хотите мужчину к себе привязать, чтобы, значит, уменьшить свою тревогу. Вероятно, страх быть брошенной. Чувство вины в душе. Я тогда решил, что места для общения достаточно, но оказывается, недостаточно его, бывшая совсем не торопилась и привязывала его сильнее. Первое, у вас занижена самооценка, потому что вы сравниваете себя с другой женщиной. Корреляции между взаимодействием людей, привязанностью и временем, нет. И если бывшая стала для мужчины кем-то, то это никак не связано со временем. Так, как и в вашем случае. И то, что вы себя сравниваете, не говорит о том, что у вас занижена самооценка. Соответственно, с самооценкой здесь нужно работать. Как избавиться от чувства вины, что я сама нарушила ход наших отношений, не давая нормального развития, что быстро пришла к интиму? Признать свои желания, я бы сказал. То есть, в первую очередь признать свои желания, в первую очередь признать что-то, что вы хотели. То есть, чувство вины это в том числе про игнорирование своих потребностей, чувство вины это в том числе про некий такой, я бы сказал, запрет на свои потребности. Вот, в той или иной степени. И, соответственно, признать, что вот вы перешли к интиму, чтобы что? Да? То есть, ну, ведь понимаете, ничего страшного нет, если вы хотите просто интима. Это абсолютно нормальное желание. Другой вопрос, что это желание может не совпадать с развитием отношений, а может совпадать с зависимости от личности человека, от его ценностей. И в данном случае вы, может быть, этого не замечаете, но и вы, и бывшая девушка этого молодого человека, как будто бы его добиваются, как будто бы его завоевывают. А это все-таки вследствие того, что человек не воспринимает себя как ценность и женщину как ценность. И то, что вы выбираете мужчину, который не воспринимает вас как ценность, говорит о том, что вы пытаетесь добиться любви. Вот. А когда в отношениях люди пытаются добиться любви, то, в общем-то, это самое духовное взаимодействие, о котором вы так много говорите, не работает. Потому что взаимодействие искренне, оно происходит и с любви к себе уже имеющейся. Но это исключает взаимодействие с такого рода людьми, которые воспринимают и себя, и других как, ну, как ресурс, скорее, да. Вот. Поэтому здесь у вас есть такой вот противоречий. Дальше. С чувством вины не нужно бороться. Да, то есть, именно вот побаривать чувство вины, ну, не надо. Я бы больше, на самом деле, встретился бы с ним лицом к лицу, да, и просто проживал бы его, попутно стараясь заметить, что там есть еще. Дело в том, что человек винит себя часто за потерю чего-то. То есть, если для человека что-то является сверхзначенным, то человек начинает этим, соответственно, дорожить. И дорожить больше, чем это необходимо в норме. Вот. И, соответственно, он это теряет. Потому что, когда чем-то очень сильно дорожишь, ведешь себя неестественно, ведешь себя деструктивно и, соответственно, теряешь. А когда теряешь, начинаешь себя винить. Потому что это сверхценно. И сам этот круг заключается в том, что сверхценность чего-то образуется в том числе и потому, что мы считаем себя этого недостойными. Так. Дальше. Я очень переживаю, что со мной во всем виноваты, как успокоиться. А почему вы решили, что вы сами во всем виноваты? Почему из уравнения, которое вы описываете, вы исключаете волю другого человека? Это первое. И второе повторюсь. Не кажется ли вам, что отношения и молодой человек для вас сверхважны? При всем том, что я уже сказал. На этом, я думаю, можно было бы закончить мой ответ. Я бы рекомендовал вам настоятельно психотерапию. Потому что разобраться в себе, они вам необходимы. Подкорректировать те проблемы, которые я описал, необходимы. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.